Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Наступают праздничные дни, и так хочется выглядеть красиво, и при этом затратить немного времени и денег. И на сегодняшнем мастер-классе я расскажу, как быстро раскрыть платье из трикотажа с цельнокраенными рукавами, углубленной проймой, на основе летучая мышь и горловиной лодочка. Я взяла ткань джерси, это такая категория трикотажа яркого, насыщенного красного цвета, лист бумаги, ну и, как всегда, мне понадобятся мои инструменты. Это сантиметр, ножницы и фломастеры. Приступаем к построению. Построение я начинаю с прямого угла в точке О. У нас две линии, горизонтальная и вертикальная. По горизонтальной линии мы откладываем отрезок 7-10 см. Это половина полуобхвата шеи, горловины, спинки. Чем меньше ваш размер, тем меньше отрезок. Я отложила 9 см и поставила точку А. Для того, чтобы продолжить построение, нам понадобятся две мерки. Это длина спины ДТС и высота плеча косая, то есть высота плеча по косой. В предыдущей мастер-классе он называется «Правильно снимаем мерки». Я очень подробно рассказывала об этом. Итак, длина спины снимается от седьмого шейного позвонка до талии. А высота плеча по косой снимается от середины талии по спинке до конечной плечевой точки. В моем случае длина ДТС будет равна 43 см, а высота плеча по косой в моем случае будет равна 45 см. Никаких прибавок на свободное облегание я давать не буду, так как я работаю с трикотажем. Итак, от точки О вниз я откладываю длину спины ДТС. В моем случае 43 см. От точки О вниз я откладываю 43 см. И ставлю точку О1. К нашей горизонтальной линии, это середина спинки, я провожу перпендикуляр, который будет обозначать линию талии. Теперь мне нужно найти наклон плечевого среза. Для этого я из точки А провожу произвольную прямую и на ней откладываю отрезок 7-11 см. Это ширина плечевого среза. Чем меньше ваш размер, тем меньше отрезок. И еще одну прямую из точки О1 по касательной я измеряю отрезок высота плеча косая равная 45 см. И на пересечении двух точек я ставлю точку А1. Это конечная плечевая точка. И мы находим ширину плечевого среза и находим наклон нашего плеча. Теперь нам нужно на вот этой прямой отмерить отрезок равный длине вашего рукава. В моем случае длина рукава будет равна 47 см. Это 3 четверти. У вас она может быть другой. Из точки А1 я отмеряю отрезок равный длине моего рукава. В моем случае это 46 см. В вашем случае он может быть любым другим. И ставлю точку А2. Вниз я опускаю перпендикуляр. Теперь мне нужно отложить половину обхвата моей руки. Запястье или чуть выше. Я просто-напросто беру сантиметр и очень плотно измеряю объем руки там, где заканчивается мой рукав. Не забывайте, что мы работаем с трикотажем и он очень хорошо тянется. У меня получилось 22 см. Делю пополам. Получается 11 см. И откладываю от А2 вниз 11 см. Ставлю точку А3. Точка А3. Теперь нам нужно найти высоту бедра. Высота бедра откладывается где-то примерно отрезком от 17 до 21 см. Чем меньше ваш размер, тем меньше отрезок. В моем случае он будет равен 20 см. От точки А1 вниз я откладываю 20 см и ставлю точку А2. Провожу перпендикуляр к середине спинки. И теперь нам нужно отложить половину полуобхвата бедра спинки. Приведу такой пример. В моем случае обхват бедра равен 118 см. Естественно, полуобхват бедра будет равен 59 см. И вот эти 59 см я делю пополам. У меня получается отрезок равный 29,5 см. Вот его я и откладываю. 29,5 см. Ставлю точку А3. К прямой А2-А3 я провожу перпендикуляр до пересечения линии талии и вниз. И теперь нам нужно оформить пройму. Вот здесь вы можете симпровизировать. Вы можете ее сделать более пологой к точке А3. Вы можете ее сделать повыше, опять к точке А3. То есть обязательно вы должны из точки А3 провести дугу таким образом, чтобы она соединилась с точкой А3. Если говорить о моем случае, то я просто по линии талии отложила отрезок 4 см, соединила плавной нерезкой дугой сначала до линии талии, а потом точно так же плавной дугой я соединила точку по линии талии и О3. И у меня получилась вот такая вот пройма. Вот такой чертеж у нас с вами получается. Теперь мы внесем небольшую корректировку. Мы немножко поднимем плечевой срез именно на спинке. То есть сделаем такой перекат по плечевому срезу. Это отрезок равный 1,5-2 см по всей длине, включая и длину рукава. Для чего это делается? Для того, чтобы при носке изделий из трикотажа у вас не было завала на спинку. Это очень неудобно. Поэтому, когда вы кроите трикотажные изделия, всегда делайте перекат на 1,5-2 см по плечевому срезу спинки. У меня образовалась новая точка – Аштрих. Я никогда в трикотажных изделиях не вынимаю горловину. Мне это не нравится. Тем более она оттягивается очень сильно. У меня есть точка – О и есть точка – Аштрих. Я просто плавной дугой их соединяю. И так как у нас воротник, вернее не воротник, а горловина будет лодочкой, я от точки – Аштрих откладываю от 3 до 5 см. Кому как нравится. Здесь я поставлю точку и соединю ее с точкой – О. Вот моя горловина. Еще раз повторю. От точки – Аштрих по плечевому срезу я отложила 4 см. Вы можете отложить больше. И соединяю плавной линией точку – О4 и точку – О. Все. Спинка у нас готова. Сейчас мы внесем небольшие изменения, и мы получим полочку. От точки – А вниз я отложила 2 см. Поставила точку – А4. Я сейчас строю горловину полочки. От точки – А4 точно так же я провожу прямую, параллельную нашему плечевому срезу спинки. И откладываю отрезок 4 см. И ставлю точку – О4'. Вниз от точки – А4 я откладываю 6 см. Вы можете отложить побольше или поменьше, как вам хочется. И теперь я точки – О4' – точно так же соединяю легкой дугой с новой, уже образовавшейся точкой. Назовем ее О5'. Ну и теперь я внесу небольшие изменения в пройму. Дугу А3 и О3 я измеряю по косой сантиметровой лентой. Далее делю ее пополам. Ставлю точку. Вверх провожу перпендикуляр и откладываю отрезок 1,5-2 см. И оформляю точки А3 и О3 красивой дугой. Это у нас будет пройма уже полочки. Все, чертеж у нас построен. Теперь нам нужно перевести через кальку полочку и вырезать наше лекало. Вот таких вот два лекала у меня получилось. Спинка – одна деталь со сгибом. И полочка – одна деталь со сгибом. Один маленький нюанс. Если у вас обхват груди намного меньше обхвата бедер, то не делайте слишком глубокую пройму. Примерно вот так, как у меня показано на чертеже. Ну а если у вас обхват груди намного больше, чем обхват бедер, то пройму нужно делать немного ниже, чтобы вам было комфортней. Ну а теперь нам нужно раскроить из ткани. Я разложила свои лекала на ткани. Какой же расход на такое платье нужен? Если вы хотите сделать спиночку и полочку цельными, со сгибом, вам понадобится две длины платья. В моем случае спинка будет со швом, а полочка будет со сгибом. Для этого мне понадобилось полторы длины платья. Припуски составляют по боковым и плечевым 1 см, а на подгибку 2,5 см. В принципе, обработка технологии такого платья очень проста. Мы просто сшиваем швы на четырех нитке или трикотажной иглой. Единственный момент, на котором я бы хотела заострить внимание, это обработка горловины. В моем случае это горловина-лодочка. И как ее наиболее просто обработать? Нам понадобится кусок ткани, сложенный вдвое. Горловина в развернутом виде. Горловину я складываю пополам и вырезаю обтачку. Обтачку горловины спинки и горловины полочки. Обтачка где-то шириной 3 см. Я думаю, шире не нужно. Так, это обтачка у нас горловина. Горловины спинки. И точно такую же обтачку мы вырежем для полочки. Обтачки я вырезала. Беру дублерин. В моем случае я взяла дублерин под цвет ткани. И вырезаю точно такие же обтачки, только из дублерина. Иду на утюг и дублирую. Чтобы придать жесткость. Обтачки я подготовила к работе. Заодно я их обметала на верлоке. Теперь я раскладываю спинку лицевой стороной вверх. Беру обтачку нужную и скалываю горловину лицевой стороной вовнутрь. И теперь я должна сточать по горловине нашу обтачку где-то на 0,7 сантиметра. Вот. Я притачала обтачку. Теперь я немножечко ее отутюжу. И вот этот шовчик нам надо разутюжить. чтобы нашу обтачку растрочить. Для чего? Для того, чтобы она не выворачивалась у нас при носке. Вот я разутюживаю наш шовчик. И строчить я буду в край на 0,1 сантиметр по обтачке. Растрочили обтачку горловины спинки. Заутюжили ее на изнаночную сторону немного перекатив. Дальше что мы делаем? Раскладываем полочку лицевой стороной вверх. Накладываем спинку обтачкой вверх. Так, чтобы припуск плечевого среза полочки выходил на 0,75 сантиметра. И ставим контрольную иголочку. И так скалываем полностью всю длину рукава и плечевой срез. И идем обметывать. Вот моя горловина в развернутом виде. С лицевой стороны. Теперь я беру обтачку полочки накладываю ее точно так же скалываю вверх. И буду стачивать на 0,75 сантиметра. Ну, или на ширину лапки вашей машины. Стачивать я буду с изнаночной стороны. Чтобы попасть в край вот этого припуска. притачала я обтачку и теперь у меня остался вот этот припуск обтачки. Я его выворачиваю на изнаночную сторону вот таким вот образом и делаю строчку вдоль плечевого среза. Как бы фиксируя эту обтачку по плечевому срезу. Когда будем выворачивать по плечевому срезу у нас будет аккуратный уголок и красиво будет обработана обтачка по всей горловине. вот я стачала теперь я выворачиваю у меня получается уголок и с лица у меня тоже чисто и аккуратно. Хочу сказать что вот здесь вот уголок нужно высечь чтобы его не было видно с лицевой стороны и обтачку нужно немножко закрепить двумя тремя селками. Идем на утюг и проутюживаем нашу горловину. Вот такая горловина у меня получилась. все очень чисто и аккуратно. Вот мои плечевые срезы. Еще хочу заметить один момент что не забудьте по горловине полочки где-то сантиметров 15 тоже сделать растрочку на 0 1 сантиметр и заутюжить. Сейчас я сметаю боковые швы обработаю низ и низ рукавов и платье будет готово. Вот такое незатейливое платье у меня получилось. Его можно носить с ремешком без мешка его можно сделать короче длиннее заузить книзу. Хочу напомнить что лекалы разработаны для нормальной и сутулой фигуры. Ну а если у вас перегибистая фигура просто в чертеже не поднимайте плечевой срез на спинке на полтора два сантиметра. Интернет магазин Апрельский поздравляет вас Рождеством. Желает вам здоровья и удачи. Если вам понравился мой мастер-класс ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь моим видео и жду ваших комментариев. Всего доброго, до свидания. до mie гостей. До ничего Продолжение следует...